Академия наук С японскими коллегами мы сейчас будем рассматривать и разрабатывать программу наушных исследований. Предыдущих львят мы работали с американцами, а сейчас уже планируем работать с японцами. Такая диверсификация у нас идет о научных исследованиях. К сожалению, у нас в Якутске нет материальной базы для проведения генномолекулярных и радиоизотопных исследований. Поэтому мы и вынуждены такие исследования проводить за пределами России. Вы задали вопрос о возможности клонирования. Пока мы не изучим сохранность тканей, мы не сможем и пока не начнем выделение ДРНК, мы не поймем, насколько хорошо сохранилась ДРНК. Потому что до сих пор ДРНК сохраняется достаточно плохо на самом деле. Но в замороженных под объектах, вот у нас в Якутии, это наиболее длинные сепочки ДРНК. Но до сих пор ни одной целой ДРНК выделено не было. Потому что распад ДРНК начинается через уже очень короткое время после смерти животного. Именно поэтому такое классическое клонирование, как было с овечкой долей, вот как сейчас уже на поток поставлено в сельском хозяйстве, такого клонирования не будет. В лучшем случае клонирование будет вторым этапом, когда будет восстановлена полностью ДРНК этого вымершего животного. То есть все ближайшие годы, когда у нас исследования начнутся, мы будем в первую очередь стараться выделить длинную цепь ДРНК. Исследований будет несколько, по разным направлениям. И генномолекулярные исследования, они приоритетят. Но если говорить в принципе о клонировании, почему мы всегда стараемся собаку клонировать, мамонта, сейчас львенка этого? Для чего это нужно? И это же против природы. Ну, это не то, что против природы, потому что у нас уже клонирование вот из области фантастики, вот из области научных экспериментов, оно уже прочно вошло в нашу жизнь. Потому что сейчас очень многие породы домашних животных, коровы, бараны, они уже клонируются сейчас. Это делается с целью сохранения удачного набора генов. Ну, вот продуктивность мяса, шерсти, молока. В сельском хозяйстве эти работы уже разворачиваются, они уже вошли, скажем, в промышленное развитие. Среди собак это уже, вот, как бы развито, очень многие богатые люди, они хотят, чтобы, ну, вот их, вот питомец любимый, ну, вот как бы продолжится. Ну, вот, хотя бы как они, да. Ну, вот это у них, вот, это налажено. Но это вот именно клонирование современных животных, именно домашних. Вот еще сейчас вот начинаются вот работы по клонированию исчезающих видов. Это тоже, в принципе, достаточно благое дело, вот, потому что многие виды, вот, находятся, ну, вот, буквально уже на грани исчезновения. Их уже остаются там десятки видов или вот единицы видов. Их, вот, именно методом клонирования, ну, вот, можно сохранить в современном животном в этом мире. А вот что касается, ну, вот, ископаемых, вымирших животных, или вот, или вот, или просто вымирших животных, или вот ископаемых животных, здесь, конечно, вопрос уже сложный. Потому что вымирание животных, оно в первую очередь связано с очень глубокими вот изменениями в экосистемах, в климате. И воссоздать этот вид, вернуть его в современные экосистемы, где этот вот вид уже вымир, то это уже вопрос тут не такой простой на самом деле. Но этот вот вопрос, он тоже рассматривается, вот, и вместе с техническими вопросами возрождения, вот, вымирших видов. Ну, вот, некоторые виды, они были выбиты человеком. Та же стеллерова корова, там, космонийский волк. И их возрождение, оно вот, как бы, дань, вот, возврата именно человечеством, вот, природе, вот, нашей земле. Это, вот, именно тех животных, которые были, вот, уничтожены. А вот, что касается мамонтов, здесь вопрос очень сложный. Вообще, вот, мамонт, он именно тот вид животного, вокруг клонирования которого как раз очень много шума. Потому что это животное действительно, вот, имеет сакральное значение для человечества. Там, древние люди, вот, на него, вот, то ли охотились, но, по крайней мере, их жизнь очень тесна была. С мамонтами связана, вот, о чем свидетельствуют все вот пришельные рисунки, где вот мамонтов очень много. И разврат вот мамонтов в современную вот экосистему. По большому счету, ну, наука пока даже точно еще не знает, на самом деле, из-за чего мамонты вымерли. Есть несколько гипотез, и одна, вот, гипотеза, что, вот, мамонты были выбиты людьми. Вот, есть вот такая гипотеза. Чем более, что последние, вот, мамонты жили на острове Вангеле, и их вымирание совпадает с тем, что, вот, предки чуть-чуть, ну, вот, эскимосов, они, вот, как раз вышли на море, ну, вот, на море, на добыче китов и крупных, вот, млекопитающих морских, то есть, вполне возможно, что эта, вот, популяция была выбита человеком. То есть, мы опять тому, вот, возвращаемся, что клонирование, вот, мамонтов, оно уже, как бы, вот, возврат долго может быть, ну, вот, человека, как, вот, и хомо сапиенс, именно того, что он, вот, потребил в свое время сверхмеры. Ну, а тут еще возникает вопрос, если мы, допустим, клонируем мамонта, вот, я, допустим, человек ненаучный, да, к примеру, сможет ли эта особь, да, жить в экологических условиях нынешнего, современного мира тоже? Ну, вот, вы очень хороший вопрос задали, как раз, вот, у нас очень возрастает, вот, именно роль нашей республики, вот, именно Якутия, потому что Якутия, как показывают наши исследования, как раз именно, особенно центральная часть, вот, Якутия, она очень, вот, походит на те, вот, экосистемы, когда здесь жили мамонты, вот, обитали мамонты, и возврат, вот, мамонты, ее, в первую очередь, вот, нужно рассматривать, вот, вот, именно Якутию, вот, и здесь, вот, якутские, вот, экосистемы, очень, вот, похожи на, вот, мамонтовые. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с изучением тех львят, которые были найдены два года назад? Так, ну, вот, и эти львята сейчас очень, вот, интенсивно изучаются. В настоящее время сами львята находятся в Австрии, они, вот, участвуют в выставке музея, вот, естественной истории. Ну, вот, изучение, вот, их, скажем, морфологическое, морфометрическое, мы, вот, сделали, дочаровку сделали. И сейчас, вот, интенсивно идут два вида, вот, исследований. Это, вот, изучение ДНК, который, вот, выделенность, ну, вот, в настоящее время идет, вот, секвенация вот этого ДНК. Это проводится в Соединенных Штатах, в Калифорнийском университете, вот, ну, в одной из наиболее, вот, авторитетных лабораторий по древнему ДНК. И сейчас еще проводятся исследования по радиоэтизотопным исследованиям вот этих львят. Это в Германии проводится. Как раз мы, вот, изучаем диету. Чем, вот, питалась их мама. Вопрос такой, что дают вот эти исследования науке? Эти вот исследования, как раз, позволяют, вот, изучать очень важный вопрос вымирания мамонтовой фауны в целом. Потому что пещерный лев – это один из реперных видов мамонтовой фауны. Это, он входит в большую пятерку представителей мамонтовой фауны. Это был крупнейший хищник, прозник Аплистацена, ну, который доминировал вот во всех этих ландшафтах, вот, как сейчас в африканских савандах львы доминируют. Мы вот можем узнать, какой вот был климат, вот, чем они питались, эти пещерные львы. По крайней мере, вот, как раз последняя находка, она дает нам возможность вот узнать, вот, наконец, внешний вид этих пещерных львов, которые мы не знали. Потому что вот у этой вот последней находки сто процентов сохранилось шерсти. Это предыдущие находки, они, ну, вот эти двухлетней давности, там у них шерстяной покров, он у них был детский очень. Там вот буквально сложно, вот, ну, вот было вот воссоздать вот именно вот облик шерсти, вот. А вот нынешняя находка дает нам эту возможность, и вот она вот этим, ну, вот особенно ценна. Со всеми ли удается договориться, чтобы вот такие находки, как это, львенок, попадали именно вот науке? Да, вот мы как раз все последние годы очень активно работаем с промысловиками Мамонтовой пивни, с очень многими из них у нас заключены договора, то есть с большинством, ну, вот из крупнейших я вот лично знаком, и мы очень вот активно работаем. И благодаря вот этому сейчас большие находки уже случаются каждый год, чего, ну, вот раньше вот не было. Альберт Васильевич, я вас благодарю за беседу нашим зрителям, напоминаю о том, что у нас в гостях был руководитель отдела изучения Мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия, кандидат биологических наук Альберт Протопопов, оставайтесь с нами. Мамонтовой фауны Академии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...